Привет! В эфире программа Точка.ру, программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе. Ох уж эти самарские закаты, космические эксперименты в Ботаническом саду. У Самарской набережной появился свой сайт, что лайкали и репостили россияне в июне. Ни дня без селфи. Самые сумасшедшие себяшки. Чудесное спасение енотика, бал роботов. Все это и многое другое прямо сейчас. Сон-то рассвет и сон-то закат. Удивительно любимы самарцами эти природные явления. Закаты алые на прошлой неделе взбудоражили самарский интернет. Такого красивого неба давно не было. И здорово, что вы это заметили и сфотографировали на память. Мы обязательно посмотрим сейчас небольшую подборку самых популярных и невероятно красивых фотографий. Но прежде мой вам совет. Не обязательно фотографировать все. Иногда достаточно просто посмотреть, насладиться и запомнить. А то в погоне за красивым кадром можно пропустить самое интересное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ни дня без селфи. Самарцы любят фотографировать себя. В одном только Инстаграме почти 5000 фото с таким хэштегом, а ВКонтакте около тысячи. Самые популярные фото уже в эфире. А пока вы смотрите, немного важной информации. Но ведь все мы время от времени грешим себяшками, а кто-то попадает в зависимость. На днях американские ученые сообщили, что частые селфи приводят к развитию селфи-локтя. Постоянная нагрузка на локоть может привести к воспалению. Так что во всем нужна мера. А я также обещала вам подборку самых крутых селфи мира. Топ-10. Смотрим прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон»! Блогер Александр Корягин в очередной раз порадовал своих подписчиков видео с высоты птичьего полета. Долгожданный ролик появился в сети на прошлой неделе. На видео запечатлен настоящий этап реконструкции Московского шоссе. Предыдущие съемки Александра можно найти в интернете и сравнить, как дело обстояло, например, в ноябре. Судя по всему, ролик посвящается всем тем, кто уж очень хотел посмотреть, как там дела, но побоялся выехать в сторону этого пока сложного участка Московского шоссе. Видео уже набрало несколько тысяч просмотров. Традиционно пользователи благодарят Александра за проделанную работу. «Уже целый год не был в Самаре», – пишет в комментариях Дмитрий Кравченко. Спасибо тебе, Александр, за эти ролики. Как дома побывал. Ну, значит, не зря снимал, скромничает видеоблогер. И заслуживает наш самарский лайк. У Самарской набережной появился свой собственный сайт – nanabi.ru. На портале собрана вся полезная информация о событиях, которые проходят на набережной. Занятия спортом, культурные события, праздники, а также есть обзор ресторанов, условия работы всех точек проката и даже режим работы общественных туалетов. Сайт адаптирован и под мобильное устройство. Это очень удобно для пользователей смартфонов и планшетов. Также на портале можно будет найти подробную карту набережной, прогноз погоды и расписание переправ через Волгу. В Самарском университете проводят удивительные космические эксперименты. В 2013 году самарские биологи на космическом аппарате Бион-М отправили на орбиту первую партию семян. Эти семена-космонавты были высажены в открытый грунт ботанического сада. И наблюдение за ними показало, что даже если семена находились на поверхности космического аппарата, то есть в вакууме, без защиты от радиации, с минимальным уровнем микрогравитации, выращенные из них растения оказались не слабее своих собратьев Земли. И тогда ученые в очередной раз выдвинули идею создания в космосе резервного хранилища семян земных растений, так называемых орбитальных семенных банков, на случай неожиданных катаклизмов. Ну а после реконструкции на территории сада появится отдельный космический участок. Названы самые обсуждаемые в июне события в российских соцсетях. Что же лайкали и репостили россияне в первый месяц лета? Отчет об этом предоставил проект «Медиалогия». В минувшем месяце самой популярной темой в социальных сетях стал выход Великобритании из Европейского Союза. На втором месте обсуждение столкновений между российскими и британскими фанатами на чемпионате Европы по футболу. Третьей в рейтинге обсуждаемых новостей стало извинение президента Турции Эрдогана за гибель пилота Су-24 перед Владимиром Путиным. В рейтинге также оказался запрет российским легкоатлетам на участие в Олимпиаде в Бразилии, а также отказ Елены Исимбаевой от выступления под нейтральным флагом. Мир не без добрых людей. И это в очередной раз доказали американские спасатели, которые пришли на помощь тонущему енотику. Июльским утром один из членов экипажа лодки услышал непонятный визг, напоминающий крики птиц. Источник звуков удалось обнаружить только спустя несколько часов, когда спасатели увидели, что неподалеку от судна плывет енот. Доставать енота руками из воды не стали. Один из молодых людей бросил ему спасательный жилет. Енотик вскарабкался на него, после чего животное отбуксировали на сушу. Ох уж эти енотики, вероятно, вторые по популярности звери в сетях после собак породы хаски. Международный слет роботов прошел в Санкт-Петербурге во второй раз и собрал невероятное количество участников со всего мира. Программа «Бала роботов» интерактивная и образовательная. Гости проекта смогли попробовать себя в роли инженеров и освоить базовые навыки проектирования, программирования и сборки роботов в настоящей робо-лаборатории с 3D-принтерами. Робот-художник, робот-любви, робо-закс, социоботы, робот-стилист. И это далеко не полный список разновидностей умных андроидов. Хотелось бы побывать на таком балу. А вдруг там и робот-принц имеется? На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Если хотите стать героем программы, пишите нам. А лучше присылайте интересные фото и видео на нашу почту. А пока ищите нас на просторах интернета. Наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютубе. Смотрите нас через приложения на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!